всем привет дорогие друзья всем привет с вами сегодня enter и дядя женя и сам не сам вуди дальний гость который нам поможет в этом нелегком деле тереть в теории по поводу обувь и не только наверно в теории но и в практике и сейчас мы будем показывать обы показывать объяснять что такое как она работает и постараемся как можно больше сказать что же это вообще такое это баг физики но точнее баг игры который был обнаружен спустя там какое-то время после выхода и оказывается то что если вы имеете определенную скорость вертикальная скорость припаде при касании земли то при неправильном обсчете координат получаю ваша вертикальная скорость преобразуется из вертикальной обратно то есть вы падаете вниз момент касания земли там что-то бывает и вылететь опять не мистер наша у меня скорости зависит надо фрейм обсчета физики оказаться на маленьком расстоянии от пола то есть физика по кадрам считается если расстояние до пола маленькая то глючит она и откидывает но в общем именно от позиции а так как у нас фрейм это 0,08 секунды то в общем прямо перед касанием земли у вас происходит раз обсчет один фрейм и следующий фрейм уже как-то и что же про это можно рассказать во-первых как они включаются есть такая команда ну после того как их обнаружили через какое-то время там в дефраге прикрутили детектор этих обувь этот доктор обувь включается командами df сейчас 1 сейчас 1 это просто включает отображение вокруг прицела значение то есть сейчас попробую показать ну дроне дроу 1 это вот если можно видно мою мышку то это вот эти вот значения 0 12 33 это то что отображается вокруг прицела дроу 2 этого то что справа внизу слева внизу у меня тут куча всяких значений и есть еще дроу 3 это кнопочки которые отображаются 1 это стрелочки то есть вокруг прицела 2 этого слева внизу их можно менять координаты менять шрифты все это можно видеть по df сейчас там что-нибудь что надо сделать чтобы отобразились оба во первых написать df сейчас 1 и драф 1 то есть это включает отображение вот этих значений во вторых нужно включить сами сам детектор обувь то есть мы берем позицию вокруг прицела например то что сверху это это один позиции сейчас по 1 то что наискосок это 234 по часовой стрелке они считаются 1 2 3 4 5 6 7 8 штук то есть чтобы например он декортер обувь отображался снизу это df сейчас по 5 то есть снизу или 1 это по самому верху отображать значит df сейчас дин по 5 меня например 55 значение 55 это как раз отображает отображение обувь которые можно ловить есть также значение 56 которое позволяет отображать также кважины обувь но они очень очень редко используются и прям ну в основном для триксов так что в ранах вроде как ну мне не доводилось еще использовать вот после того как вы включили вот эти вот две команды дроу и там импло 55 то вы можете бегать по карте по какой-нибудь например посмотреть вниз и увидеть то что у вас загорелась кнопочка например вот г то есть что такое буковки которые вообще отображаются самая основная буковка г это знаю или сначала партик лобов да нет давай поперед да ну во первых сначала буков г г означает голут идти если вы пойдете вот на эту поверхность как я сейчас иду вперед назад и я ловлю это понятки левит назад чтобы его словить подняться обратно получается на свою месту нужно иметь ноль у псов не и не нажимать ни какие-либо клавиши и не нажимать прыжок в этом сейчас я включу отображение кнопочек 0 кстати сейчас 0 0 это 0 1 это отображение всегда 2 это будет видно какие кнопочки нажимаю это же способ ловли то что вверх или куда еще это уже тип лобов да я просто хотел показать первое что я увидел то есть вот здесь например буковка г горит то есть чтобы словить об обычный лоб нам нужно идти не нажимать но иметь скорость 0 момент касания и так еще разок то есть вот мы имеем ноль скорости и взлетаем обратно спокойно данный вид обув называется вертикальные овер баунсы надо выполнить ряд условий для них это иметь 0 у псов и не нажимать клавиши передвижения и прыжок во время оба то есть и самый простой способ получить нулевую скорость это упереться в стену ну либо в стену упереться вот как это сделал enter либо упереться в угол но самый самый прямо простой это будет упереться в угол да но здесь к сожалению прям куда можно упереться я не вижу поблизости только на ступеньках вот здесь на ступеньке например я иду в игре значит если я упаду так что коснусь этой ступеньки то у меня словится об то есть я делаю ноль у псов и подлетаю опять назад вот кроме горизонтального авер баунса существует также другой тип авер баунсов это называется вертикальный то есть сначала мы расскажем про типы какие бывают потом расскажем способы ловли тип ну горизонтальный как вы видели то есть ловишь делаешь нулевцов и подлетаешь назад а это вертикальный горизонтальный это может показать да вот здесь вот если я иду вот так в угол упираюсь и спокойно очень просто чтобы сделать также обувают горизонтальный горизонтальный это когда у вас момент касания скорости больше чем то есть там не знаю от 10 наверное да там бесконечности и дело в том что когда вы касаетесь опять происходит просчет физики и вам дают кучу горизонтальной скорости то есть и касание если я после сразу после касания на мой прыжок то я эту скорость могу сохранить и дальше прыгать с этой скоростью которая у меня нежданно мегазона привалит то есть в принципе то есть как это делается в виде буковку гель там не знаю оп пытаемся его ловить попрыгиваем после касания и имеем кучу скорости это называется после касания с землей и также можно вместо прыжка использовать роккенджамп либо плазмаджамп или можно вообще ничего не нажимать если надо соскользнуть с платформы на которую делать его то есть если вы падаете на прямо на краешек на какой-нибудь и там есть вы можете с ней просто свалиться и дальше сохранить скорость это горизонтального но я еще раз объясню то есть вы прям как только касаетесь земли делаете или прыжок и представляете руки там или плазминка или чем-нибудь так чтобы оторваться от земли и вроде как сохраняете скорость то есть если сроки там это будет вот так вот просто представляем пол как-нибудь и улетаем вот существует третий вид обувь это сбобы это прям главная боль множеству карт диагональные да диагональные это какая-то смесь горизонтальных и вертикальных когда вы и вверх летите и вперед летить то есть там покажу чтобы делать нужно заранее за биндить себе но по цене для диагонала да почему не надо для звуга ну да мы сейчас про звуга поговорим это диагональные ну как бы он на диагонали и летишь ну расшифровывается как zero zero wave r какой-то over bounce и это значит то что при на липсов вы как криво летите что что нужно сделать чтобы выловить мы видим на какую-нибудь кнопку удобную там не знаю может даже пробел на р на и на что-нибудь кнопочку плюс 3 то есть я например забежу бинд р берем в кавычки плюс что же это такая за кнопка и стрель если я вот нажму эту кнопку зажму вот я еще зажал и бегу мышкой я могу чуть-чуть медленно ползать по по земле как вы видите почему только вперед назад потому что у меня ставят значение m side 0 есть значение m forward вот что делать с этими людьми я не знаю они не мешаются очень сильно вот есть значение m forward и m side м форвард они позволяют как сказать скорость передвижения по земле вперед-назад m side это скорость передвижения вправо-влево при помощи как раз значение в плюс 3 если и также при ловле этих злобов если у вас очень сильно вперед обитаете очень а надо было нажать также если вы я сбился смысле то есть у меня m side например стоит 0 чтобы я всегда при злобе отлетал туда куда я смотрю и так сейчас найду этот злоб опять и попробую объяснить что это вообще значило что я сейчас объяснял вот горит буковка g я захожу в угол как-нибудь ловлю этот поп мой футцов потом зажимаю буковку r то есть мой крис стрей и двигаю мышкой вперед немного как то есть получается что я и лечу вот как-то вот наискосок и в зависимости от того как как быстро я двигаю мышкой я ниже отлетаю мышкой будет двигать enter тем будет больше скорости горизонтально у него но меньше вертикальная высота и наоборот точно так же соотношение в определенных случаях надо будет подстраивать с определенной скоростью двигать мышкой чтобы получить нужную скорость и нужную высоту как вообще я понимаю эта штука работает если у вас но люксов вы имеете вертикальный если у вас больше 10 у вас горизонтальный если у вас между нулем и единичкой 0 5 вылетите ровно и косом если у вас 0 1 вылетите прям чуть-чуть вперед в общем когда вы нажимаете плюс трейф и двигаетесь вперед назад у вас как раз скорость между чуть больше нуля и если быстро двигаете быстро у вас почти один как как то так я так думаю в том что пока ты в воздухе летишь и плюс трейф делаешь ты скорость не набираешь а вот точно в момент касания земли скорость набирается потому что на земле больше тяга чем в воздухе и дело в том что как раз плюс трейф то есть эту кнопочку бинт который я биндил нужно нажимать именно то есть не нажимать нужно нажимать чуть раньше чем касаешься и чтобы в момент касания ты двигался то есть не нужно прям сразу как только у тебя там начал падать двигать и пытаться это не запрещено можно и раньше ну можно и что но да конечно желательно чтобы момент касания у вас был вот то есть еще раз надо позаботиться чтобы ноль все-таки было при падении делаем 0 зажимаю кнопочку и это стандартный звук можно делать существует еще два вида оба которые прям очень редко используются в принципе они для дефрага малозначительны и ну как сказать очень очень редко используется и мало им применения в общем находится это так называемый как это называется доп диагонал overbounce и как он там стики что-то не стики а слепый своп слепый вейл по-моему по-английски считается weird если не ошибаюсь может быть вы не знаете как считается ну можно в гуглу транслятору написать и слова куил я по идее читается он неправильно считает хорошо что же еще можно про них сказать во первых этот долг это когда вы касание имеете около по моему 30 упсов и нажимаете кнопку там или вперед или там в общем я его сейчас наверно не соблю потому что это сложно и мало себя оправдывает очень сложно рандомно и не совсем понятно руку надо набить на него да и толку от него не так много как от злого например а сути там в том что скорость меняется и около трясатника в момент падения но по сути это сходно со зловом то есть тоже получается в момент касания видимо тяга довольно большая на земле а тут просто не плюс трейф используешь нажатие также злоб можно сделать например скриптом если точно в момент приземления нам сделать обычное нажатие не плюс трейфа просто нажатие руками конечно невинтабельно далее да и слепый берет который называется это когда у вас около 30 упсов вы падаете на слик то есть на поверхность сликована и просто ничего не жмете и 1 5 вроде бы но хорошо чуть-чуть ничего не жмете просто падаете на слик и у вас получается вылететь на сколько я помню здесь скажи не слегка нету карту искать и поверьте на стола такие есть ну дым будем показывать там обязательно так теперь вернемся к нашим буковкам да да есть какие же буковки мы здесь виден на на вот здесь внизу детекторы во первых это буковка с ну например джейнер 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 давай сначала б б б б б он сразу посложил сходишь хорошо если я сейчас сделай так стики это модификаторы тех что есть не просто бы будет да вот б б б это значит что под вами есть это просто если вы куда-то летите прыгаете видите что под вами загорелась буковка б значит вы если будете ровно падать вниз и сделать на лицах словить его или если вы будете падать наискосок словите хоп но если на ту же поверхность падать вот то есть это б и г ну принципе б это баллс хорошо делал далее у нас есть джей ну и вот здесь джей это джамп то есть если вы видите буковки ну ладно я сделаю просто джей но хорошо вот джей джей и б и б большая буковка джей горит значит что значит если подпрыгну то я словлю то есть б это значит то что подо мной есть то есть на поверхность где нормальный джемпок есть насколько я помню здесь нет обычный джемпок только стики хорошо сейчас я сделаю здесь и покажу джей это значит джамп то есть я прыгаю спираюсь головой не ладно здесь и проведение можно вот джей то есть я прыгаю и ловлю здесь в принципе схема точно такая же как и с буквой джи только с буквой г но тут вы просто делаете то же самое только с прыжком в принципе такая джей единственный из тех что показывает под тобой остальные куда направишь прицел там значит чтобы хорошо далее есть куча других буковок например буковка r вот маленькая r маленькая значит что это рокет просто без прыжка то есть если я возьму рокет и выстрелил вот как-нибудь так вот сейчас я тут ловил кстати то у меня здесь может ловиться хоп ну но тут плотно моргает в принципе должен они это нормально надо просто дядя жене вам покажет ну ка сейчас еще разок вот то есть если вы делаете просто выстрел под себя и то есть видите в горит буква р то есть можете выстрелить рокетом под себя и спокойно ставить фону дальше есть нет дальше буковка большая большая r это значит что если вы сделаете идеальный рокет джамп прямо под себя у вас же не таких здесь прям редко загораются и для идеального рокет джампа ну можно даже не так просто руки джамп вообще-то я не помню на этой карте может какие-то и были так дальше у нас идет буковка маленькая маленькая значит что вы без прыжка то есть если ты выстрелишь сейчас под себя плазменкой то и сойдешь туда то ты должен словить сейчас да вот получилось отлично вот это было плазма об так называемый есть если у горит буковка п большая значит если вы делаете плазма джамп под себя то вы сделаете вот туда есть стики плазма теперь надо рассказать про стики то есть мы показывали много-много горело что такое же стики это такая небольшая высота над любой поверхности практически которые можно можно стоять но это на самом деле очень техничный вид и если вы где-то такое заметили то это безусловно может дать вам преимущество на карте так что пользуйтесь на здоровье кратко что же такое стики если вы стоять на любой платформе можно просто стоять а можно стоять на высоте там чуть 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 выше и вы будете по этой высоте бегать прыгать и тоже находиться то есть есть так же всего вроде как стики высота которая на любой платформы есть и на нее можно забраться если стрелять плазминкой под себя то вы вот вроде как чуть чуть выше становитесь и тогда уже загораются другие буковки джей б например вот сейчас джей это значит джамп б это значит то что он стоит на стике высоте и вроде как должен словить под себя но стики это в общем-то точно такой же баг как и сам об по идее как бы физика я так понимаю дает что ты уже становишься немножко выше хотя ты на той же высоте и за счет этого такая стики высота у тебя получается а это того же костыля что его бы то есть тут видимо решалась проблема застревания игрока в стенах и был сделан небольшой такой отступ от стены от пола и получается что может игрок находиться не точно на каком-то расстоянии от пола в каком-то диапазоне ну то есть вот стики есть нахождение в диапазоне слегка выше чем просто состояние и таким образом мы практически все оба сейчас уже объяснили то есть это рокет оба плазма оба обычные оба всякие типы их и сочетания существует как вы показывали с детектором если поставить 56 то можно будет видеть оба скважинным оружием то есть это скважинным рокетом или скважиной плазмой если вы используете там просто плазма под себя или просто плазма то сможете их словить что еще рассказать про клубы нам и стики они могут быть вообще всеми буквами который отображает баунс детектор да потому что такой момент допустим рокет он эквивалентен бфга или гранате то есть можно иметь оружие использовать да то есть если видите что горит маленькая буковка р а у вас есть бфга то вы скорее сможете можете взять выставить от себя и словить словить об и что можно сказать про такие оба что ли вот как раз про р кухню дело в том что высота прыжка то есть и подкидывание от рокета она может зависеть от от того насколько от угла поворота от поворота направление взгляда относительной оси и координат если вы смотрите в одну сторону и стреляйте руки на под себя вас одна высота подлета если вы смотрите немножко на косок у вас немножко буквально на мидер другая высота подлета и может словиться или не словиться там опыт рокета да но это больше применимо такой нюанс все-таки больше к обам чем к самому рану так что принципе ну надо просто знать что если вы стрелять вот строго допустим под себя глядя вперед у вас не получается ну видите его но он не получается вы можете попробовать изменить направление взгляда сделать то же самое возможно уже словить и то есть ну такой момент повернуть мышку немножко вправо или куда-нибудь чудеса но этот опыт создания вообще не виден пониже сроки набирается неполная высота она получается достаточно стабильного вербонс и такие оба прям сложно на самом деле находить и использовать выходить можем использовать может несложно находить тоже не очень сложно стоит только встать допустим с каком-то спорном моменте где вот чуйка работает что надо что-то здесь придумать можно там стать и просто посмотреть под под поверхность что под тобой посмотреть можно какие-то стики есть возможно там рокет джамп надо сделать его просто рокетом то есть то это принципе обнаруживается не надо только лениться это искать и на самом деле очень много таких толковых игроков срезали просто кучу времени благодаря вот только знанием что можно сделать вот так можно так также нашелся случай когда сложный вот сроки джампа стики и зависящий от угла поворота оружие баунс здесь от горит буковка r маленькая и р большая и изначально тут горит вот стики рокет стики рокет джамп и стики рокет горит в принципе этого можно сделать но они не довольно нестабильные стики рокет вроде поставили то есть и в зависимости от того по каким углом вы составляете рокетом ну и вообще просто когда играете с этим детектором всегда он не включен если видите под собой буковку б то есть шампада с чего вы прыгаете и замечаете что она горит имейте ввиду то что вы можете ставить оп и в онлайне можно поставить рандомный рэк конечно потом будет не не будет считаться как нормальными демки такие вряд ли будут приниматься с рандомными легитимный как скажешь кто-то уважает такие таймы кто-то нет ну суть в том что жмешь ранг один и там он ну да ну как я знаю насколько я знаю вообще хокс очень был завсегда то есть он всегда говорил если видишь рандомный оп делай как неожиданно от хокса да вот я тоже в шоке давайте сменим карту на какую-нибудь где есть рампа и чуть-чуть про рампу объясню про то что ну и потом демки будем смотреть наверх как показать от потолка ловлю от джампада я на т4 знаю очень ой на трикхаусе там есть от потолка угловой здесь вот после обычного оба потолок ударяемся еще будет баус большой обычно ударяется головой за счет чего получаются два оба подряд вот так но из-за того что меняется высота или там скорость падения потому что он ударяется головой и там отменяется об счет этих фреймов параметра падения меняются обычно после баунса нельзя поймать другой баунс но вот есть исключение очень маленькие высоты там можно несколько подряд сделать но обычно так не попадает я не со стороны можно там пушкой пострелять и тоже изменится можно первые оба сделать как звук и получится еще баус многих всяких вариантов так я забыл вот и карту мат трикхаус бета-3 почему я потому что там есть рампы там но и большая такая карта а мы ее увидим из нее кстати по моему можно потренировать обы ой звобы точнее там очень много таких больших обов звобов большое расстояние есть там есть раздел air control и там в принципе можно звобами проходить будет тренироваться так своп напоминаю что своп это когда под вами сликовая поверхность и вы на нее падаете со скоростью от одного до пяти у псов при этом жать ничего не надо ни прыжков не каких-либо кнопок движения зачастую все оба именно так и лодится то есть прыжок нажимать не надо абсолютно это обычный голов это на самом деле очень такой затратный нервы 9 9 да гайхоп получился 7 11 а ты этим эээ дэстрейфом об 11 об 3 ты на рампу умудрился упасть 6 6 12 о получился чуть-чуть ну я думаю люди заметили о 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 Ну, то есть, как было сказано ранее, это намного эффективнее, чем злоб, но выполняется он более техничнее и только на свитовой уверенности. В принципе, не намного он эффективнее, но вроде поэффективнее получается. Видимо, потому что здесь нет трения в момент касания и больше скорости сохраняется. Но технически на картах, где есть вот такая вот штуковина, намного чаще бывает, что выгоднее просто сделать хоп и начинать сразу сликать. То есть, как бы будет больше скорости и быстрее выходить. Карты все равно разные бывают. Допустим, там где-то в возвышенности, возвышенный паб, который вов-вов-вов. Смотря на, собственно, чего надо. Да-да-да, то есть, все зависит от карты. Я зашел на карту, если чем-то у меня несколько минут сейчас. Что я хотел показать, про поводу рамп дела. Здесь одни сликовые рампы. Сейчас можно... Излип, какого-то. Хорошо. Где она вторая? Какие-то из первых, что ли? Свеч, R2X, 3X, плазма. Здесь, наверное... О. Вот, там есть какая-то рампа. Во-первых, на рампах, вот, когда я на ней передвигаюсь, у меня прям моргает много-много-много кнопочек. Они прям моргают. Значит, если я смотрю вниз, у меня вот сейчас, например, есть плазма оп, рокет оп, стики плазма, стики рокет и стики большой рокет, то есть RG. В принципе, можно так передвигаясь по этой рампе найти обычный оп, то есть, славить его. Замет, что оружейный, это не получится сделать с таким успехом. Этот детектор АБ, он для плоских поверхностей только, ну, в плане оружия. Ну, потому что, если я выстрелю вниз, меня откинет не вертикально вверх, а наискосок, и это из-за рампы, и поэтому высота будет другая, естественно, он не будет работать. Вот, поэтому на таких рампах, вот, если надо, обычно используется только J, или обычно G, оба, то есть, если я вставлю. Хотелось бы также про это сказать, то, что бывают, если вы падаете вниз, то есть, и ловите прям на рампе, вроде как горит буквка B, оп, то при падении у вас не получится вертикальный овербаунс, и вы обязательно отлетите в ту сторону, если у вас будет ноль псов, или там не ноль псов, то есть, у вас всегда будет хоп на этой рампе. И это на многих картах, таким образом, делаются рандомные VR-ы всякие, то есть, когда вы быстро летите, падаете, ничего не жмете на рампе, и делаете рандомный оп, случайно, где-то здесь ловите, и улетаете вперед. Вот, ну и, если вы случайно нашли на карте, где вы можете, вот, как-нибудь, упасть на эту рампу, так, что у вас будет хоп, то это чаще выгоднее, чем проще прыгать, то это просто прыгать на нее. А, сейчас я, может, найду где-нибудь место, хотя не верен. Могу показать. Где держу меня. Вот, горит буквка B. А у меня не горит. Давайте тогда скажем людям, как делать, чтобы у них горело, как у вас. Ну, мы же уже сказали вроде. У меня горит не горит. Я на маркере, бери, салон, а мониторинг. Вот, то есть, он падает, если нажимаешь прыжок на рампе, на прыжка, если у тебя там оп, то у вас вы вообще не получаете скорость. Да, рампа сломалась, короче. Да, хоть он падает на рампу, а если вы ничего не жмете, то вас откинет вперед. То есть, да, он вперед. Ну, не шибко такинуло, на самом деле. Надо очень стаймить круга. То есть, на самом деле, сложновато набрать максимальную скорость в таком случае. Потому что, вот, если делаешь хоб обычный на плоской поверхности, зачастую немножко подкидывает. И есть, ну, такой тайминг либеральный, может быть, в данном случае. Не обязательно идеально стаймить, чтобы максимальную скорость выжать из такого хоба. А на рампе, почему-то, туго с этим. Надо идеально таймить. Да, сразу после касания нажимаете прыжок и получаете много много скорости. Можно сравнить вот с выходом от просто рампы без баунса. Да, 549. А там было 1100. Намного выгоднее. Также эта штука работает и в обратную сторону. Если вы бежите, у вас рампа должна подкинуть вас вверх. То и вы случайно падаете на прыжком, делаете, выпадаете на оп тоже рандомный, из-за там высоты, из-за чего-нибудь. У вас может случайно выйти, так называемый, лоу-джамп. То есть это как бы оп на рампе, который вас подкидывает на нужную высоту. Там, собственно, из-за него, кстати, я извиняю, перебил, но из-за него очень часто вот именно стрейферы стараются играть на но-оп серверах, чтобы вот эти вот элементы, где есть рампы, они в принципе почти везде есть на стрейф-картах, чтобы они не мешали, чтобы, ну, все четко всегда было. К счастью, есть но-оп серверы. И есть текстура на оп. Текстура стараются компелить с но-опом, то есть параметры поверхности, запрещающие делать опы, это тоже помогает избегать случайных таких ситуаций. Что еще? Я, в принципе, объяснил практически про все, что мог. Согляну, у меня здесь есть. Есть ваттер-опы, это такая штука, которая, если вы падаете сквозь оп, сквозь воду, то под водой, там, или после воды, можете случайно словить опы при каком-то способе падения. Но это нужно уже тестить, и такие опы очень-очень любят. Но это просто способ ловли, в принципе, сдвигайся как угодно, главное поймай. Тактики, да, в принципе, все, все основные способы ловли и все тип лобов мы объяснили. Скважным оружием здесь, наверное, просто... Негде, наверное. Негде, в принципе, места много. Да, ты можешь дать себе рокет, потому что здесь же... Ой, клад точнее. И показать хоть один какой-нибудь клуб. А, нужно другой детектор включать. Дев сейчас... Как мне там? Инфо. Сделаю себе 4. 56. Вот. Где-нибудь чем-нибудь гореть? Нету нигде. Вообще нигде, да. Ну, кстати, еще такой момент, что, скажем, падение с определенной высоты. Насколько часто встречаются в каких диапазонах высот обы? Собственно, на больших высотах они реже встречаются. Да. Чем ближе вы к... Скорость, как бы... Когда падаешь с большой высоты, в момент приземления кадры редко идут, относительно проходимого расстояния. То есть, там много пролетаешь за кадр, а надо попасть в момент приземления, чтобы кадр был. В общем, вкратце, чем выше вы находитесь от земли, тем сложнее ставить оп. К рандомным. К рандомным. Да, да. Так. О, QR-р там было. QR-р, QR-р не было. Ты видел? Ну, ты, наверное, головой ударишься. А там R большая, да, ты головой наверное ударишься. Блин, у меня выключено, секундочку. Ищет клаву, понять не может, как же так. Ну я ждал пока, вы не скажете. 56, правильно? Да, 56. Вон там QP было, вот здесь. На полу, на полу. На полу. А вот здесь вот QP, видишь? А, точно, лов. Можно попробовать. Плазма джаб. Нет. Ооо, вот Г, скважная плазма. И добы еще, да. Сейчас своп. А нет, своп. Это с ликом. Ноль. Оу. Это ultimate op, кстати. Да, есть такая штука. Если вы, если вы летите, вообще не имеете стенок ни одной. И как-то в воздухе делается ноль цоп. Это называется ultimate op. Это очень сложный вид оба. Вот здесь горит коэр. Но он очень не стабильный. Да, он норгающий. Он норгающий, да. Он определенным углом. Да. Попробуй боком как-нибудь. Приходится идти, чтобы не врезаться в потолок. Что непонятно. Ооо. Ништяк. Иииии. Да, на рампу. Ну, ultimate op, это очень сложно. У меня, честно, ни разу за всю жизнь не получился. Ооо. Нифига. Круто. Ну что, давайте тогда смотреть демки. Ну да, если для движения добавить больше пробы нечего. В принципе, что скажешь. Есть что добавить? Да можно еще полгня добавлять, на самом деле. Ну да, да, да. Показывать, рассказывать. Но мы вкратце, в принципе, так и объяснили, как эта штука работает. Ну давайте посмотрим демки тогда. Вы можете отправляться в собственный далекий путь. Познание всего этой комбинации всяких разных. В принципе, главное знать, что можно делать все, что захочешь. Главное, чтобы были соблюдены условия. Так. Ладно. Выходим с сервера. Демос. Открываем свои демки. Ну да. У тебя же есть пак демок. Ну, начнем с 7.01. ЗТН3Т2ХОП ВОП СЕЙЛ. Сейлинг ХОП. Давай я сразу 0.5 поставлю. Да. У нас 0.5. Так. Все готовы? Я плей нажал уже. Сейчас, подожди. Тогда отменю и зону нажму. И вместе двой. Готовы? Да. Плей. Ах. Так. Это у нас ЗТН. И с рампы ловят ГОП обычный, с прыжка. С него ловят еще один ОП от стенки. Нельзя взять наверх. Там клип торчит. И он как бы слегка рэндомный. Или не клип торчит, а просто компилятор кардопогнутый. Но суть в том, что довольно стабильно ловится. Эта фигня. Вот. ХОП от пола. Ах. Там же от потолка, помню. Да? Да. От потолка при помощи оружия. Ах. Ну очень прям. Не знаю. Давайте по два разика. Да че по два. И тут много демок. Да. Мы на них еще посмотрим. 702 Q3DM6 Multi Ops. Здесь вроде как будет много обув. Вероника разных. Сейчас посмотрим. Там полторный. Обув после обув. Ах. Ну. Ах. С Рокета делает. Об. Двигается в левый. Второй. Обув. 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 Здесь третий. Почти ультимейт. Потому что он в стенку убирался. Но все равно очень сложно. Это уже четвертый получается. Четыре обув. Подряд. Словил. Поднимается на стике высоту. И здесь. Джамп обув. Делает. Который я показал. Много раз. Вот. С этой. Первой ступеньки ловится. С него еще. Еще один обув. Ловится. Бот. Умм. Вммм. Здесь еще один. Тоже. С. 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 Много совмещенных обувь на этих ступеньках Много всяких обувь, посмотрим что там будет происходить Ты предупреждай когда запускаешь Кидает гранату вверх, прыгает, ловит, оп, граната взрывается и с гранаты подлетает наверх То есть с гранатой получился Это тот стики который показывали Да, 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 там стики был Здесь он снизу, посмотрим РЖ был вроде бы, какой-то рандомный что ли Потому что он не горел ничего Ну это стандарт, 352 юнита Угу Неполный ракетжамп То есть задержка между прыжком и выстрелом есть и достаточно стабильно ловится Угу Это он сейчас злоп или публичный обувь Ладно Вот показывает как раз опыт потолка двойной И сплазмы залезает наверх Так, отлично Кетвертая демка Q3DM17 Воп Рамп 2РГ 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 Гоп Оф, наверное, гол Давай посмотрим Плей Так, воп 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 Это у нас СД какой-то, наверное Залезает Он Залезает 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 СД Потому Он Сделал прыжок или нет Нет Он Как раз Вместо прыжка Использовал Плазму То есть Можно либо Рокет Либо плазмы каким же способом. Сейчас дай еще раз гляну. Он просто скользнул с меня. Короче, П маленький способ ловли там. Но это как бы ВОП имеется ввиду, что оружие использовано для ловли. Хорошо, сейчас я еще раз запущу, я просто это сделал плей. 7-0-4-5 опять же. То есть он идет плазмом под себя, поворачивает вниз, делает прыжок и его немножко подкидывает. Ну да, прыжок. Я почему-то подумал, что он там плазмой еще под себя выстрелил. 7-0-4-5. Потому что там рампа не слишком-то удобная. Довольно рандомно, чтобы она так толково подкинула. Хорошо, 5-я дмка. Кутри ДМ17, Angel Bob 2 School. Черепа, наверное, будет сделать. Аплей. Делает рокет под определенным углом. Чтобы сделать все. Делает хоп с рокетом под себя. И прыгает на черепок. Вот как-то так. А еще хоп с рокетом. В общем. Дальше будет что-нибудь. Подлетает с джампада. Здесь еще один хоп. Там если в приседе зайти на джампад, там вводится стабильный оп. Снимал. Я же не помню как отправили. 7-0-6. Кутри ДМ6. Ранд. Боб. Б2. Р хоп. Ладно, посмотрим. Рандомный диапон хоп, я так понимаю. Б2 не знаю. Р рандомный, а тоже хоп. Еще хоп. Плей. 2 имеется ввиду ту. Ага. Поднимается плазмой наверх. Ага. Рандомно в виде буковку B. Пускает плазму. Делает оп. Залезает наверх. Здесь еще один хоп с плазмаджампом. Да. Получается рандомный оп после рандомного опа. Да. Так получилось. 7-0-7. Кутри ДМ6. Стейрс. Плей. Со ступенек. Вертикальный. Нет. Вертикал. Вертикал. От W. Оп. От W. Вертикал. Вертикал. А, да. Вертикал. Вертикал. Здесь был от потолка. И рандомный. Еще один. Нет. Там никакого рандома не было. Сейчас еще раз демо с плей. Тоже самое со ступень. Он, значит, на ступеньках сделал RG. С оба сделал оп. Головой ударился. Еще с хоба. Кутри ДМ12. Ватар Оп. Это оп сквозь козу. Плей. Да. Как раз оп. С помощью воды. Да. Афанику притормаживает сильно. Но как раз удачно падаешь, что случается ваербаунс. Как раз благодаря ней. И такие оба, в общем, существуют, когда можно в кровь воду упасть. И что интересно, такие оба работают только в одной физике. То есть, если вы прямо один в один прыгнете из другой физики, там, например, кудры, например, в чём, не знаю, или в ступень, то у вас может вполне сработать. Потому что при падении сквозь воду там разные физико-псчёты. Сама вода, может быть, и одинаково работает, вот если ты что-то жмёшь, тогда по-другому получается. Ну, т.е. тяги разные. Да, да, может быть. Сама вода, по-моему, одинаково работает. Я просто не пробовал этого по-разному физико-псчёты. Ладно. Может и правда. Хорошо. Дальше. Следующий. 709. Купит М6. Step Up. Об. Play. Шаг вверх. Об. Не знаю, что здесь такое. Пока. Идёт. Делает об обычный оп. И залезает наверх. С зашагиванием. На стикер цветов вроде бы. Сделает ещё один оп. И залезает наверх. Здесь, что можно сказать. Дело в том, что, когда вы делаете оп, то, в принципе, стандартно вас вызывает чуть-чуть ниже, чем у вас было до этого. И с зашагиванием, которое есть в Quake 3, можно спокойно зайти на ту же платформу, на которой вы находитесь. Нет. Название от другого идёт вообще-то. От чего? Там именно способ ловли. Если ты посмотришь второй, как ловится внимательно, то понятно будет. Я не совсем понял, как он так получился. Он вроде нажал вперёд, потом вбок. Вправо. Только взгляд не менял. А он угол немножко поменял, подкрутил. Чтобы с прыжка зацепиться за него. Вот. Перестал. И просто нажал назад, вперёд, чуть-чуть зацепился. И потом опять упал вниз. Да, это такая паркуровская тема. Типа начал падать, зацепился за край и поймал овербаус. Ну это очень сложно, по-моему. Вариант по тому, что ловить на 18 юнитов ниже поверхности овербаунса. То есть часто бывает, что очень хочется какой-нибудь овербаунс поймать в этом месте. Но его нет. Вот один из способов ещё. Ничего себе. Я первый раз такой. Вообще слышу ниже. Не знал о том, что можно ниже поверхности. А когда стоишь ловить его. Ладно. 7-10. Кутрилина 17. After Fall. После падения. Рокет. Посмотрим. Плей. Ну это очень, очень задротская тема на самом деле. Тут суть в том, что нет этого лова, который ловится. Но благодаря вот действиям, которые выполняются перед ловлей, получается, насколько я помню, какая-то скорость по Z, когда стоишь на земле. И за счёт этого можно поймать. И за счёт этого ловится. То есть там один упс, у него был не просто так. Получается. Ну по Z там какой-то упс есть. Я не знаю. Это вы сейчас про вот эту вот демку. Да? 7-10. After Fall. Сейчас ещё раз я просто плей. Ещё раз посмотрю. Я нифига не понял, что там не происходило. Он делает рокет. Один упс. Ноль. Видимо ничего не словил. Ощущение. Делает второй рокет. И видит гоп. А потом, то ли со злоба, не знаю, залетает назад. Ну да. Но показательность демки в том, что там нет этого рокет оба на самом деле. Но если извратиться и поиметь эту скорость по Z, то он есть. Очень странно как-то. Ну это ещё один хитрый баг. Ааа. Семь. Одиннадцать. Ку-3DM6. Дву оп. Утимайп оп. Посмотрим. Плей. Как раз со сбрасыванием в воздухе до нуля. Без использования каких-либо поверхностей. Вот он прыгает на джампад. С джампада видит буковку B. Б. Делает ноль упсов и где-то в середине ловит оп. Ммм. Это ультимейт оп. Который мы показывали. Который мы объясняли. Сейчас подсек. Я не гляну. Нормально записывается. Эээ. Следующее. Семь. Двенадцать. Ку-3DM6. Аутор. Корнер. Воп. Вне угла. Вертикальный овербаланс. Коп. Плей. Но это способ делания ноль. Конечно в ЦПМ физике с этим таких проблем нет. Вот. Ку-3DM6. Сложновато сделать ноль. Это один из способов упростить. Ага. То есть он. Это по-моему там. Еще раз. Прыгает. Барает. Маленькие смещения используется. То есть. Когда. Движение происходит. А скорость не набирается по определенным босям. Это когда у него направление взгляда было чуть-чуть левее чем оси координат. Или там правее. И при нажатии кнопку в бок. Он. При упирании в стену. Имел скорость чуть-чуть выше нуля. Или чуть ниже нуля. Таким образом. Считалось как ноль. И получался вербаланс. Как-то. Там фактически ноль делалось об стенку. Проблема в том что. Ну вот допустим. Нет у тебя угла. Но есть допустим. Внешний угол. Как сделать по обоим осям ноль. И чтобы просто было. Получается. Тут используются обе стенки. Для делания нуля. Но. Довольно хитро. Следующая дмка. 7.13. Кабрил М6. Доп. Н. Боб. С. Посмотрим. Плей. Диагонал овербаунс. Н. Наверное что-то еще. Так. Диагональ овербаунс делается по моему при 30-50. Да. Вот он сделал около 30. Нажал вперед прямо перед приземлением. И сделал диагональ овербаунс. Ну там существенно только именно в момент касания земли какая скорость будет. Плюс условие должна быть кнопка нажата. пляжа. Сделал обычный опп и залез наверх. Ммм. Ммм. Чувал. Здесь у нас с рампы обычный опп в угол. там суть в том я так понял что при первом случае в угол он прямо в угол падает а во втором случае он начали задевая переднюю стенку а потом боковую и тем самым ничего не нажимая он автоматически как пинг-понг отскакивает и сбрасывает до нуля ты имеешь ввиду предыдущую данку 12? 13 ну там 2-й он был или 3-й когда он не был почти в угол не просто в угол как бы уперся а отскочил в другую стену и тем самым сбросил до нуля а ну то есть сначала коснулся одной стены потом коснулся другой стены ну конечно это не принципиально главный результат следующая дмка Q3DM17 ZWOP to school ZWOP на черепок А кстати вот наклонный джампад Так здесь у нас флот уперся уголком в две стенки, сделала 0 опцов и со звоба залетела вверх Ну это очень сложно Основная сложность наверное 0 сделать, а то после нескольких попыток разберешься Ну само по себе еще место такое Не обязательно угол такой маленький Сейчас еще раз посмотрю и я play То есть здесь с определенного высоты с этого джампада Если подпрыгнуть то ловится оп и он опирается в переднюю правую стенку и со звоба залетает на черепок В эту маленькую тоненькую стеночку мне сложно попасть Следующая демка Ку-3DM, ой 7-15, ку-3DM6, звоб Ой ку-3DM6, звоб, play У нас джампада Делается много псов и звоб с рокетом, как я понимаю В принципе не так сложно, если забинтить кнопочку, нажать ее и выстрелить С движением мышкой Следующая 7-16, ку-3DM6, оп, автор звоб Дм 6-8, play Оп Со звобу оп Опять же, если очень хочется звоб Очень хочется какую-нибудь ОБ поймать, а вот внизу Да, можно сделать плазминкой под себя, чтобы получилась стики высота Подпрыгнуть и со стики высоты сделать звоб наискосок Так вы получаете не совсем нужную высоту и с этой высоты можно сделать какой-нибудь оп или что-нибудь Но это в случае, если у вас есть плазма или рокет или какое-нибудь оружие Ну или наклонная, с которой можно подняться на стики высоту Ну это, по-моему, очень-очень-очень рандомный способ Потому что, не знаю, надо очень хорошо тогда мышь чувствовать, чтобы звоб поднимал тебя на определенную высоту Так а вот есть же карты VESP SYNC какой-то, где надо подряд штук пять звоб сделать именно правильных Потому что после каждого ловится новый ОБ А есть демка? Ну все же проходили, наверное Да, да, как же все Ну я попробую найти, наверное У Enter все демки есть А, да не, не все Я попробую поискать, но не уверен Так, аааа, ты скажи как карта называется? Весп SYNC какой-то, я не помню какой Вот, скажи точно Ну это надо искать, ну ладно, не будем Хорошо 717 Trick House Beta 3 Swap Это Sleepyware, который как раз показывали И тут у нас выступает Дима Нор Старичок, которого в принципе все знают, он до сих пор играет Он попрыгнул, видит оп, делает три упса и летит наискосок Как бы залетает на эту платформу При падении на слик Я человек простой, вижу бы я делаю оп Да, да, вроде просто Ну вот, в принципе, я случайно нажал Не знаю что, но у меня демка опять не стыдилась Так, ну что, все вот эти основные демки посмотрели? Все эти демки были, значит Да, сейчас покажем Кутри 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 FM Школы FM, короче, фарш Да, сейчас я переключусь Вот, есть такой замечательный сайт КутриFarsh.narod.ru Фарш Все эти демки, вообще не только по овербаунсам, но и по другим дисциплинам, так скажем Я добавлю ссылку для скачивания Все было в свободном доступе Ну и естественно, саму ссылку на школу Где можно все в теории почитать Вот Это, пацаны, я нашел, короче ВСК Синг 2 называется Сейчас Давай Сейчас я сама себя гляну Есть у меня такая ВСК Синг 2 У меня есть за 87 хети Ну там все равно интересно Все равно злобы подряд Сейчас Сейчас я помогу Та-ха Сейчас я покажу ВСК Синг 2 Окей Это жесть Пинк 1 2 Аксети Ну, кстати В момент написано, что в ЭКУ 3 карта Патом что углы злобы отличаются в физиках с ЭПМ и ЭКУ 3 Я нажал play Потому что ЭПМ больше тяга Поэтому углы более пологие, в общем, в случае получается Вот я на ней играл кстати, он делает звоб под правильным углом, здесь еще один оп ловит, на нем еще раз звоб, здесь еще один звоб, тоже на определенную скорость, еще один звоб, еще один звоб, и на финиш, вот, аж 5 звобов подряд. Ну это офигеть. Я делал по-моему 3 или 4, до этого не получалось никак. Какие-то знатные четырюга, по-моему, так что, мне кажется, он мог чуть-то немножко поколдовать. А, я только что показывал демп, и в это время у меня на стриме был не то совсем. Я сейчас вернусь, еще раз я покажу. Да, потому что мне браузер был показан на стриме. Я извиняюсь, что так получилось целое время. Весп, кинг, 2, 2, плей. Вот, хетти, ловит первый оп. Ловит второй, звоб, то есть, если с чем-то. Третий звоб под 192. Четвертый. И пятый. Пятый, я не заметил, то ли коп там был. Может быть даже. Вот. Звобно, очень пологий. Очень маленький. Вот. В общем, вот хороший сайт. Вот на этом сайте здесь есть кнопочки 3, 2, 1, аверкаразд демки, которые можно скачивать. И вот здесь много-много по обам, по всяким там BFG, по плазме, по всему, что вас интересует. Скачивайте, заходите, играйте. Ознакомляйтесь. Ну, всего вам хорошего. С вами были Enter. Кто там еще? Дядя Женя. Буде. Всем удачи тогда. Всем пока. Всем удачи. Всем пока.